Здравствуйте, в эфире новости Набережная Челны. Сегодня с вами Эльмира Гайнуйдинова и мы начинаем. Студенты медколледжа переехали, а теперь практика у них проходит в школе номер 48. Со студентами пообщалась Эльмира Гайнуйдинова. От пола до потолка в школе номер 52 прошел капитальный ремонт. На улицу с препятствиями жители дома 32-06 жалуются на отсутствие пандусов. Об этом подробнее в сюжете Айзелишей Мухаметовой. Рассказали о своей работе и о правилах поведения на воде. Сотрудники ГИМС продолжают профилактические мероприятия для учащихся. Школу подробнее в материале Лилия Гатиной. По просьбам пассажиров по проспекту Чулман запустили автобусы большой вместимости под номером 43. Челненцы неоднократно жаловались на транспортные проблемы, особенно в часы пик. Сегодня наша съемочная группа пообщалась с пассажирами и узнала, довольны ли они изменениями. Большие автобусы под номером 43 начали курсировать недавно, поэтому еще не все пассажиры привыкли к ним. Мы очень долго ждали этого, особенно по проспекту Чулман. Я сейчас стояла на основке и даже не поверила, что пришло такое чудо. Спасибо огромное всем, кто запустил большой автобус. Как будто и не едем, а плывем на теплоходе. Все красота, спасибо всем. Во-первых, очень вместимо и с коляской очень удобно, с детьми, с двумя детьми. В газелях вообще-то никак неудобно передвигаться с коляской, не берут нас. В общем, нам нравится, очень удобно. Хоть пассажиры радуются автобусом большой вместимости, но есть у них и пожелания. Так большая часть опрошенных просит пустить общественный транспорт и в более позднее время. Тогда также есть определенные сложности, пояснили чулненцы. Они бы еще продолжали работу свою и до 12 ночи, потому что невозможно уехать по Чулману после 8. Это тоже очень проблематично для людей, живущих по проспекту Чулман. Вечером заканчиваю работу в 6-7, приходится ждать, бывает по 40, по 30 минут. И психуешь, уезжаешь на такси. Вечером они не ездят, потому что с Королёвой уехать – это только 1.43. Пока общественный транспорт курсирует только в часы пик, так один из автобусов начинает свое движение с остановки мясокомбинат в сторону нового города. Как выяснил первый замруководитель исполкома, они все комбинируют. По 43-му маршруту есть запрос на часы пик, на приезд в школы и гимназии, на отъезд. Поэтому, да, поставили ряд автобусов, те, которые имеются в наличии у муниципалитета, которые нами приобретены у корпорации КАМАЗ. А ты современные дизельные автобусы. В планах обеспечить ими все маршруты. Работа будет проводиться поэтапно. Из дома в школу. Теперь у студентов медколледжа практические занятия будут проходить в школе номер 48. Для них оборудованы отдельно кабинеты, где есть все необходимое для получения зданий. Напомню, в одном из выпусков нашей программы мы рассказывали о том, что жители дома Зиапади недовольны соседством с будущими медиками. Хотя здание считается многоквартирным, часть была сдана медколледжу. Теперь студенты переехали. У меня очень сильно кружится голова. Здравствуйте, сейчас мы измеряем ваше артериальное давление. Яна Десяткина с детства мечтала стать медработником, когда посмотрела сериал про врачей. Желание девушки сбылось наполовину. Она поступила в медколледж. Еще будущий врач счастлива, что практические занятия теперь проводятся не в общежитии, а в школе номер 48. Знаете, я когда первый раз зашла, у меня глаза, честно говоря, были в шоке. Вообще я сама была в шоке, потому что здесь новый ремонт, очень много пространства, большие кабинеты. Сразу видится разница, потому что мы занимались в общежитии. А рада переезда и другие студенты медколледжа. Здесь коридоры намного просторнее, то есть есть место, где посидеть, отдохнуть после пар. У нас кабинеты намного больше, то есть там, если у нас было два ряда, то тут у нас три ряда, где мы можем сидеть. Учителя могут спокойно перемещаться по кабинету. Мы очень рады этому переезду. Здесь очень просторные кабинеты, везде чисто, светло. Нам тут очень нравится. Мы очень благодарны тем людям, которые предоставили нам данную возможность. С 2007 года отделение доклинической практики находилось в здании бывшего общежития строительного училища. Сейчас этот дом зяп один. Переехать в новое здание удалось благодаря проекту «Старт в медицину». Было принято решение работать, сотрудничать с школой номер 48. Соответственно, мы не мешаем друг другу в рамках образовательного процесса. Ни школа нам не мешает, ни мы школе не мешаем. Поэтому в этой связи очень комфортно, особенно для ребят медицинского класса. Это выход для студентов медколледжа. Таким образом, потоки разделены, поэтому студенты никак не пересекаются со школьниками. Кстати, помимо студентов колледжа обучаются в этом корпусе и ученики 8-го М-класса. М означает «медицинский». Эльмир Гайнудин, Валенар Султанов, Новости, Набережная Челны. Новый учебный год и приятные перемены. В школе номер 52 впервые провели капитальный ремонт. Средства на проведение строительных работ были выделены из федерального, республиканского и городского бюджетов. Обновленную школу посетила депутат Государственной думы России Альфиака Гогина. Компанию ей составила Лилия Гатина. Ну что я вижу? Совершенно другой класс. Он свежий, новый, он светлый. Все удобно. 52-я школа более 30 лет ведет учебный процесс. За это время в здании ни разу не проводился капремонт. Ожидание стоило того. Школу после преображения просто не узнать, говорит директор школы Дамир Нури Ахметов. Установили дополнительные камеры видеонаблюдения для безопасности детей, обновили спортивный зал и библиотеку. Отдельного внимания заслуживает и актовый зал. Благоустроили и прилегающую территорию. В школе были проведены очень много работ. Было полностью отремонтировано кровля. Заменены трубы инженерии. В классах поменяли линолеум, освещение, электропроводку. Практически во всех классах заменили парты, стулья, новое оборудование. Изменением РАД и педагогический состав. В настоящее время в школе учатся более 700 учеников. Работают 39 учителей. Образовательное учреждение пополняется и молодыми кадрами. Два молодых специалистов работают учителями по математике и географии. То, что чистота, порядок, интерес уже другой. Дети, да. Дети к учебе. Это же очень мотивирует. Все нравится. Новая школа, можно практически сказать. Все новое. Ранее также был отремонтирован и оснащен пищеблок школы. Депутат Госдумы Российской Федерации Альфея Кагогина поинтересовалась меню школы. Что было сегодня? Картофельный перевел у нас. Рыбные палочки были из ментая. Хлеб, чай. Яблоки были у нас сегодня. На капитальный ремонт 52-й школы из федерального, республиканского и городского бюджетов было выделено более 135 миллионов рублей. Мы в Набережных Челнах смогли капитально отремонтировать 7 школ. Это очень мощная программа. Каждая школа где-то от 135 до 150 миллионов. Плюс мы построили новые школы за 2,5 миллиарда, садик за 600 миллионов. Вот мы посчитали, более 3 миллиардов в этом году мы вложили в детство. Я хочу сказать, что это самое лучшее вложение в наших детей, самое эффективное и самое правильное. Работы по программе капитального ремонта школ и детсадов города будут продолжены, заверила Альфия Кагогина. Лилия Агатина, Сергей Вильданов, Новости Набережные Челны. А сейчас впереди короткая реклама. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вы смотрите новости и мы продолжаем. Жители дома 3206 жалуются на отсутствие пандусов в подъездах. По их словам, выход на улицу становится настоящим испытанием для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые проживают в этом доме. А Изеля Шеймухаметова разбиралась в проблеме. Гандалев Каримов живет в доме 3206 третьего подъезда уже много лет. И когда установили пандус, внутри он очень обрадовался. Ведь его супруга уже на протяжении двух лет передвигается на инвалидной коляске. А вот из-за отсутствия специального устройства в входной группе, каждый выход из подъезда становится испытанием для семьи Каримовых. Гандалев Каримов разворачиваем коляску, с задом спускаемся, опять же с задом поднимаемся. А перед ним спускаться это уже никак, она может упасть. Его надо завязать или что-то ремнями. Только задным. Здесь живет много людей, которые плохо преодолевают ступеньки, отметила председатель ТОС 32-го комплекса. По ее словам, установить пандуса в подъезде им удалось с трудом, так как изначально разрешения не было. Но снаружи нет никаких препятствий для их установки. А в доме 3206 11-го подъезда ситуация наоборот. Также приезжала комиссия и тоже так же сказали, что внутри нельзя установить пандус, но можно сделать снаружи. И они за большие деньги, я так понимаю, сделали этот пандус. Он очень такой вот сложный, потому что там лестница с улицы очень высокая. Но внутри нету, там точно такая же ситуация. В управляющей компании электротехников нам пояснили, что проектом дома 3206 установка пандусов не предусмотрена. Как отметили коммунальщики, установка пандусов производится по обращениям граждан, имеющим инвалидность, и наличие технической возможности обустройства пандуса в требуемом месте. О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов, обследование жилых помещений и инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилого фонда, осуществляется муниципальными комиссиями. Коммунальщики также отметили, что расходы на установку пандусов для маломобильных групп населения в строке счет квитанции текущий ремонт жилого здания не предусмотрены. Айзеля Шаймухаметова, Руслан Бакиров, Новости, Набережные Челны. Внимание! Опасность профилактики происшествия на водоемах с участием детей уделяется большое внимание, особенно после летних каникул. Инспекторы ГИМС напомнили о правилах безопасности ученикам 10-й школы. Чем же на самом деле опасна вода? Об этом в нашем следующем сюжете. Учебный день для учащихся 10-й школы начался весьма необычно. Вместо учителей учебников, парты и стульев – сотрудники ГИМС, водолазный костюм, спасательный жилет и спасательный конец Александрова. Средства для оказания помощи утопающим в виде тонкого корабельного троса. Спасательный жилет должен быть определенного размера, детский, чтобы тоже обеспечивать его безопасность. Вода ошибок не прощает, и купание в неизвестном водоеме может быть чревато серьезными травмами, рассказывают инспекторы ГИМС. В ходе беседы дети смогли узнать о правилах поведения на реках и озерах, о первичных средствах спасения на воде и способах оказания первой помощи утопающему. Ребята даже смогли примерить на себе средства спасения. Сотрудник должен быть смелым, в физической форме, должен знать правила, быстро выезжать, пунктуальным, к тому же сообразительным. Курсы мне очень понравились. Показали много оборудований, показали, как спасать, показали технику, показали, где они тренируются, их офис и карту всего района, в котором они работают. Профилактическое мероприятие способствовало не только закреплению учащихся знаний о воде, ее состояниях, знакомству с правилами безопасного поведения, но и воспитанию у них чувства осторожности, ответственного поведения за свою жизнь и жизнь окружающих. Мы говорим о прошедшем купальном периоде, о зимнем периоде, о процессе ледостава, о весеннем половоде, когда именно водоемы представляют опасность с точки зрения несчастных случаев и происшествий. Подобные профилактические мероприятия будут продолжены. Лилия Агатина, Ленар Султанов, Новости, Набережные Челны. Украшения из натуральных камней, картины молодых художников, шоперы, ручной работы и не только. На территории молодежного центра НУР прошел Челнинский нефестиваль. Он состоял из трех блоков. Моя коллега Айзеляша и Мухаметова не смогла пропустить ярмарку. Творчеством Ольга Каткова занимается уже более 10 лет. Расписывает шоперы и создает необычные игрушки. Многие образы и сюжеты ее изделий навеяны морской тематикой. Шоперы расписываю вручную. Игрушки в смешанной технике шьются. Мордочки лепятся из полимерной глины и запекаются. Игрушки не просто украшения интерьера, но и несут в себе еще функции тотема, то есть оберега. Участвуя в ярмарке, мастера рукоделия получают возможность познакомить людей со своим творчеством, а также окунуться в атмосферу праздника. Здесь создается такая атмосфера, очень такая позитивная, положительная. Во-вторых, у нас есть очень удобные вот такие вот тумбочки, столы, что, конечно же, вообще как бы, ну, очень классно. Я занимаюсь эпоксидной, в общем, короче, ювелирной смолой. Я делаю цветы и, вот получается, я же выставляю их, в общем, короче, в украшения. Для посетителей был представлен огромный выбор изделий ручной работы – украшения, картины, игрушки, свечи. По их словам, им все понравилось. Я вот купила себе лунный тотем и игрушечки. На самом деле, впервые на таком мероприятии мне все очень нравится. Разнообразная программа, состоящая из трех блоков – образовательного, культурно-досугого и развлекательного – подготовлена в рамках Челнинского нефестиваля. На этом мероприятии молодежь может как прийти и поучаствовать, так и в том числе себя проявить, показать что-то, вот мастера молодые, да, целая ярмарка. Мы в течение лета в рамках реализации гранта Министерством по делам молодежи Республики Татарстан проводили ярмарки на общественных пространствах. И вот сегодня это завершающая ярмарка в рамках гранта. Директор молодежного центра НУР уверена, что мероприятия такого формата будут продолжены. Айзеля Шаймухаметова, Руслан Бакиров, новости, набережные Челны. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке. С вами была Эльмир Гайнудинова. До новых встреч на нашем телеканале.